Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Good morning! Good morning! Good morning! Всем привет! В общем, всем привет! Ждем, где же у нас все участники. Так, вот, начали подтягиваться. Начали подтягиваться. Всем доброе утро! Итак, мы начинаем, начинаем мы сегодня, вернее, продолжаем изучать 18 главу. Яков Шатанин, Алекс Подделка, всем привет! Продолжаем изучать мы 18 главу и дошли мы уже до 10 урока. До 10 урока мы дошли. И, значит, в тот раз, вчера мы разбирались с тем, как слова, как слова управляют жизнью человека. То есть, реально, как бы, основа, основа всего, что есть у человека, это его внутренний диалог с собой и его диалог с окружающими людьми. То есть, это два самых, вообще, ключевых элемента, которые создают жизнь человека. Внутренний диалог и внешний диалог. Теперь материалом для внутреннего диалога служит информация, знания, которые есть у человека. То есть, материал для принятия решений, материал для мечтаний, например, да. Это все вот эта вот информация, которая есть у человека. То есть, человек, он из окружающего мира впитывает, как бы, материал, да. Чтение, фильмы, какие-то книги, общение с людьми, просто наблюдение за окружающим миром. Человек напитался, набрал материала. Потом он себе внутри задает вопросы. Кстати, во внутреннем диалоге главный элемент внутреннего диалога, это вопросы, которые человек задает. Вот вопрос, что я хочу, что для меня важно, что делать, да, быть или не быть, например, вот серьезный вопрос, быть или не быть. Вот в чем вопрос, это Шекспир сказал, да, по-моему, и так далее. В общем, дальше человек внутри себе задавался вопросов, сам на них ответил и начинает коммуницировать с окружающими. И из этого складывается жизнь, понятно, да? Теперь, вот она складывается, складывается, и 10-й отрывок, 10-й отрывок нам говорит следующую вещь, царь Соломон. Он нам говорит в 10-м отрывке, 18-м главы, следующую вещь. Мигдаль-Ос, Шем-Ашем. Значит, Мигдаль-Ос, это башня, крепчайшая такая, прямо защитная башня, имя Бога. Бо Яруц, это устремится, царь Садик, и вынес Гав, и спасется. Значит, что значит башня высокая, имя Бога, и в нее убежит царь Садик, и спасется. Вот без, например, если бы этот отрывок читать через неделю, там, или через две, было бы непонятно. Но сегодня оно очень хорошо понятно, потому что мы только что закончили читать главу Ноах, и там Ноах ушел в ковчег. Но ковчег написано, ковчег это тыва. Тыва это, ну, на иврите, как называется, тыват Ноах. То есть, это, ну, коробка такая, да, Ноаха. Но есть еще вот у этого слова тыва, есть другое значение, это слово. Рашей тывот, то есть тыва, это еще и слово. И интересно, что в иврите, иврит, язык, на котором написано Тора, лошона кодыш, святой язык, давар и давар, слово и вещь, это тоже одно и то же. То есть, ковчег и слово это одно и то же, слово и вещь это одно и то же. И вся Тора, так как она идет от Бога, то это как имена Бога, да, имена Бога. То есть, слово Тора это как имена Бога. Теперь, куда стремится Цадик, куда праведник стремится? Вот все, кто сегодня сюда пришли, можно сказать, что все здесь Цадики, кто на урок пришли. Почему? Потому что Цадик это тот, кто стремится выполнять волю Бога и выполняет ее. Значит, изучать Тору, это выполнять волю Бога. Значит, в момент, когда человек выполняет волю Бога и учит Тору, он Цадик. Если у него есть намерение, опять же, выполнять волю Бога. Потому что если человек учит Тору не для того, чтобы выполнять волю Бога, а для того, чтобы там гордиться, хвастаться, обманывать и так далее, то тогда он не выполняет волю Бога. Но если человек с намерением выполнить волю Бога, учит Слово Бога, то что? То он, значит, цадик в этот момент, он праведник. Теперь, тогда нам все понятно в 10 отрывке. Башня крепкая, имя Бога. То есть, когда человек, он соединяется с Богом, он понимает, что, секундочку, хозяин мира, Бог, он со мной, я с ним, он обо мне заботится, он вечный, он был, есть и будет, весь мир его, и я, как и сидеть в доме Бога все дни жизни своей, это то, что царь Давид просил у Бога, понятно, да? То есть, ты, как бы, изучая Тору, соединяясь с Богом, думая о Боге, ты в этот момент с ним соединяешься. Через что это может происходить? Через слова Торы, потому что это, как бы, интерфейс, через который ты можешь соединиться с Богом. И что будет с праведником, когда он соединился с Богом? Он спасется, то есть, он в этот момент, как бы, входит в поток божественный, он не боится смерти, для него все понятно, все осмысленно, все, как бы, для него, весь мир для него. Это как, это цадик, понятно, да? То есть, что имеется в виду нам здесь, башня крепкая, слово цадик. А как стремятся защититься все остальные люди, которые не цадики? Одиннадцатый отрывок нам об этом говорит. Он ашир тириатузо. Значит, он, это имущество богатого, оно для него, как крепость его. То есть, богатый человек, ну и все люди, в принципе, стремятся к богатству, он стремится заработать деньги, отложить деньги, получить какую-то работу. То есть, он стремится все время обезопасить себя деньгами и сделать себе, как крепость такую, да? Тириатузо. То есть, богатство, имущество богатого, это для него, как крепость его. Кэхуманисгава, как стена защитная. Бемастито. Бемастито, это в его воображении. Потому что... Заканчивается, заканчивается этот отрывок. Мне вчера прислал один мой знакомый, прислал статью, прям буквально вчера, чтобы было понятно. Есть один из самых умных, самых сильных, самых богатых людей в Украине, он всегда был в первой тройке последние 5-10 лет. Это был Игорь Валерьевич Коломойский. Это человек невероятного ума, невероятного интеллекта, невероятной силы, как сказать, силы давления, силы... Ну, то есть, воин такой, что с ним... Ну, то есть, воин, настоящий воин, да? То есть, уже куда... Ну, более защищенного человека, у него армия своя была и есть, у него есть там целые системы защиты, перезащиты и так далее. Но на сегодняшний день он сейчас переехал, мне вчера прислали статью, переехал из Швейцарии, из Украины, он уехал в Швейцарию, потому что в Украине ему было находиться опасно. Из Швейцарии сейчас он переехал в Израиль, потому что ему стало в Швейцарии находиться опасно. То есть, как ты не защищай себя, если ты рассчитываешь на защитить себя богатством, защитить себя вот этими вот, ну, там, защитными армиями и так далее, то ни Саддам Хусей не защитился, никто не может защититься, потому что есть Бог, хозяин мира, и каждый человек смертный, каждый человек живет на этой земле 70-80 лет, ну, там, 90 лет максимум. И, в принципе, человек это такая, ну, небольшая конструкция, там, 70-80 килограмм мяса и костей, да, которая, по большому счету, какой-нибудь один микроб, если сломается хоть одна программа в организме человека, там, иммунитет, есть аутоиммунные расстройства, есть, ну, там, не дай Бог, рак, да, плохие всякие эти болезни. Все, никакое богатство, никакое. Стив Джобс, кто был богаче, кто был умнее, кто был сильнее, кто был технологичнее. Все, 56 лет или 54 года он умер. И это то, что нас предупреждал царь Соломон, что единственная такая защита, которая вечная, это, еще раз давайте прочтем, 10-й отрывок, башня, башня крепкая, это что? Имя Бога. То есть, когда ты соединяешься с Богом через его имя, то что? Туда, в нее стремится цадик, в нее стремится и бежит цадик. В Энисгаве спасется. 11-й отрывок. Имущество богатого, его Кириат Узо, его крепость, у Бахамани с Гава, и он ее окружает стеной. И что? Бемаскито, только в своем воображении. То есть, он защищен только в своем воображении. Понятно. Теперь дальше, 12-й отрывок. 12-й отрывок звучит так. Лифней шевер, игба лев иш. Перед крушением поднимется сердце человека. Перед крушением поднимется сердце человека. Вы лифней кавод анава. И перед почетом скромность. Значит, как вообще, ну по-простому, как устроен человек? Человек по-простому есть, да, привет из Нью-Йорка, есть система, называется эта система, значит, Абрам Маслоу, он сделал пирамида потребностей человека. Маслоу, Абрам Маслоу, тоже был такой еврей, который размышлял, как все работает, и дал очень интересное описание. Значит, у человека есть потребности, первые физиологические потребности. Ему нужно кушать, ему нужно спать. То есть, это физиология, она в нем кричит вообще, размножаться ему надо. То есть, это то, что в нем просто включено на автомате. И оно требует удовлетворения. Не поел, все, ты через какое-то время уже думаешь только о еде. То есть, оно автоматом, это потребность. Дальше, вторая потребность, это потребность безопасности. То есть, человеку, ему важно быть защищенным, ему важно иметь крышу над головой, ему важно иметь тепло, ему важно иметь кусок хлеба в корзинке, запас какой-то, да. И большинство людей борется за защищенность, и они, так как они все время хотят быть защищенными, они на этом уровне и остаются. Потому что любой переход на следующий уровень развития идет через преодоление страха. То есть, нужно преодолеть страх неудачи, страх неизвестности, страх попробовать, страх ошибок и так далее. Но так как большинство людей, их задавил вот этот страх безопасности, потребность безопасности, они не могут выйти из этой своей зоны комфорта, и они все время только борются за свою безопасность. Стабильная работа, вот они, оп, только работа, зарплата, а вдруг что-то не получится, нет. И вот они держатся за вот эту вот стабильность, берут ссуду там на квартиру на 30 лет, и они не могут бросить тогда работу. И они держатся, все время они держатся за безопасность, и они никак не могут ее получить, потому что они всю жизнь вынуждены выплачивать ссуду, боятся за свою работу постоянную, ну и так далее. Теперь третий уровень. Третий уровень, это когда человек все-таки реализовал свою потребность безопасности, каким-то образом он квартиру выплатил, он там перестал бояться тогда за свою безопасность, или он вообще не боялся в молодости, да, как в молодости не бояться. И он там рискнул, здесь рискнул, тут рискнул, бах, у него три квартиры, и у него уже безопасность как бы есть. Он в одной живет, две сдает, все, он обезопасен, и он думает, а что же дальше-то делать? Дальше у него есть потребность в принадлежности к какой-то группе. И он, значит, принадлежность к какой-то группе, он хочет быть в группе людей, ему надо общаться. Человек очень социальное существо, и он один не может. И он вписывается в какую-то группу, там, болельщики Тиевского Динамо, болельщики Шахтера, какие-то там рокеры, любители Торы, филателисты, хиппи. Ну, там, у него есть какая-то группа, к которой он принадлежит. Дальше, если он к этой группе принадлежит, опять ему скучно, ну, я в группе уже, ну, что, одно и то же. У него включается потребность быть лучшим в своей группе. Почет, заметьте меня, посмотрите меня, я крутой, он становится, стремится к почету, лучшая машина, там, ну, выделывается, начинает выделываться по-простому, да. Потом, если он уже довыделывался, и он стал, кстати, лучше в своей группе, к примеру. Дальше он спрашивает себя, ну, хорошо, я-то лучше в своей группе, а дальше-то что? И тогда у него включается высшая потребность в самоактуализации. В общем-то, чем мы сейчас и занимаемся, понять, кто я, зачем я, как мир устроен. То есть, выйти из всех этих автоматических вот этих вот систем, которые работают, да, и посмотреть на вещи шире, да, как, а я вообще божественная сущность, я от Бога, Бог вообще есть во мне, у меня душа есть, у меня вечность есть. То есть, это уже такая самоактуализация, осознать, кто я есть на самом деле. Теперь, значит, здесь нам рассказывалось о том, что цадик, он сразу перескативает в эту самую актуализацию, и цадик, он сразу заходит в божественную реальность, ему повезло, он понимает, как работает мир, он понимает, кто такой я, зачем, вечно, заповеди. Он входит совершенно в другую систему, то есть, переходит на следующий уровень развития, да, человеческого. Теперь, богатый, нам сказали, богатый, он пытается защитить свое богатство, то есть, он умножил богатство, он как бы выиграл на каком-то этапе игры, у него есть богатство. Но нам Тора предупредила, что умножаешь богатство, умножаешь заботу. То есть, ты получил больше денег, ты должен их защищать, потому что вначале прям первые главы Мишли было о том, как злые люди, которые не хотят честно работать, они нацеливаются, чтобы забрать у тех, кто заработал, да. То есть, есть целая такая категория людей, целая есть категория людей, которые именно их настрой забрать, у тех, кто честно заработал, и они прям конкретно злодеи такие, да, активные злодеи. Теперь, значит, богатый в своем воображении, он все время пытается защититься, строит эти все стены. Теперь дальше нас предупреждают уже о этапе, зачем я рассказывал про теорию этих потребностей, да, Маслову. Нам рассказывают, а что, если человек гонится за ководом, за почетом. И здесь написано так, что нас уже об этом предупреждали, что тот, кто гонится за почетом, у него, значит, он должен быть готов, что у него будет крушение. То есть, Лифней Шевер, как тут написано, одиннадцатый, двенадцатый отрывок, Лифней Шевер, Игбалев Иш. Перед крушением поднимется сердце человека. Значит, привожу пример. Пример очень простой. В Москве был один из самых богатых людей в России вообще, ну и в Москве, его звали Тельман Исмаилов. Тельман Исмаилов, он был хозяин, там, ресторан Прага, он построил гостиницу, которую он вложил почти в эту гостиницу, что-то около миллиарда долларов, миллиард долларов он построил гостиницу, восемь звезд начал строить в этом самом, в Турции где-то, да. Ее сейчас, ну она не работает, забрали за долги, то есть он честь папы ее назвал. Он, значит, ему принадлежал этот рынок, чертизон, чертизовский рынок, и говорят, что он чуть-чуть довыделывался, да, что он как бы очень сильно, возьмем его, или до этого был Ходорковский, который выступил против Путина, и Тельман вроде что-то там он против Путина сказал. В один момент рынок, джжж, закрывают весь актив, на все арест, суды, все, и он вынужден бежать из Москвы, из России, оформить банкротство, Ходорковского вместе со всеми ее армиями, он был самый богатый человек России, его в аэропорту хлоп, все, армия, не армия, арестовали, 10 лет в тюрьме. Почему? Лифней Шевер перед крушением, Икбалев Иш, поднимается сердце человека, он думает, что я вообще все могу, и тут его сразу всевышний бах, через такого же, как он, их сталкивает лбами, и кто-то из них обязательно сломается, потому что, или сломаются оба, но тот, кто сильно поднимается, он должен знать, что ему обязательно, то есть, чем он выше поднимается, тем ближе его крушение, это как бы так нам объяснил царь Соломон, мудрейший из людей. И, а дальше, Лифней Кавод Анава, перед настоящим почетом скромность, значит, какие у нас есть примеры почета, перед которыми скромность, значит, есть почет, перед которым скромность, например, Харути Мураками, писатель Харути Мураками, просто чтобы как продемонстрировать саму схему. Харути Мураками ложится каждый день спать с заходом солнца, ни в каких социальных мероприятиях не участвует. Сейчас ему хотели дать Нобелевскую премию мира, не мира, а по литературе. Он говорит, я даже не хочу претендовать на эту премию, я занимаюсь своим любимым делом, пишу романы, и меня все это отвлекает, я хочу спокойненько себе встать, я работаю для людей, мне главное, чтобы людям было интересно читать. Ну, Раф Зильбер, это великий пример в мире Торы, но я хотел показать, что эти все законы, которые мы изучаем, они работают в принципе, это универсальные законы. Это не то, чтобы есть мир Торы, есть просто мир. Весь мир, это мир Торы, то есть Бог создал мир, он хозяин мира, он Тору передал еврейскому народу, сказал, вот вы должны быть народ священников, если вы сумеете жить по Торе, тогда весь мир, этот свет пойдет весь мир, и вместо того, чтобы Карла Маркс придумывал коммунизм, то было бы что-то связанное с честностью, с позитивом каким-то, да, то есть если бы те евреи, которые там 25% нобелевских лауреатов, если бы они потратили свое уникальное мышление, которое Бог им дал, на то, чтобы улучшать мир и делать мир более честным, позитивным и добрым, мы жили бы сейчас в другом мире, вообще в позитивном, добром мире. Но из-за того, что 25% нобелевских лауреатов, они занимались интересными всякими делами, ну, но не просвещением, не распространением честности, добра и справедливости, да, то, что Тора это честность, добро, справедливость в первую очередь, то из-за этого мир, он немного такой, ну, такой, какой есть, да. Понятно. Давайте вернемся к 12-му отрывку. Значит, где еще мы видим, что перед почетом скромность, то есть там, где человек, он убирает свое «я», и там, где человек убирает свое эго, и он становится проводником божественного света, то тогда идет почет. То есть что говорит? Бог же он для всех делает хорошо. Если человек, вот как Машер Абенум, или Авраама Вину, то, что мы сейчас считаем, Лех-Леха, сейчас недельная глава про Авраама, как Бог ему сказал, иди себе из страны своей, из города своего, из дома отца твоего в землю, которую я тебе покажу, и Авраам идет и объясняет Тамраше, что почему он ходил постоянно по миру. В то время не было интернета, в то время не было возможности передавать, вот так вот вести прямые трансляции. Так бы Авраам провел бы пару прямых трансляций по Фейсбуку, весь мир бы изменился. А ему приходилось с верблюдами, с сосликами ходить по всем городам, и вот так соберет людей. Ну что, люди, он говорит, давайте Бога поблагодарим за то, что Он нам дает. Какого Бога? Мы не знаем про Бога. Он говорит, так давайте я вам объясню сейчас, и давай объяснять про Бога, значит все. Хорошо, перед скромностью, перед почетом скромность. То есть, когда человек, он убирает свое эго, свое я, перестает быть эгоистом и начинает делать что-то для людей, в этот момент к нему приходит настоящий почет. А когда человек поднимает свое я и выделывается, типа я всем докажу, я самый крутой, то тогда он находит такого же второго крутого, который его ломает. То есть, понятно, да, эта система? Там, где много я, перед крушением поднимается сердце. Там, где много убрать я, скромность, это убрать эго, и сделать что-то для людей, почет и уважение. Респект и уважуха, понятно, да? Хорошо. Все, значит, на сегодня мы, ну на сегодня мы закончили. Давайте закончим, да, на сегодня, 22 минуты. Все тогда. Давайте сделаем вывод. Первый вывод такой, что нужно стремиться. Цадик, он находит настоящее убежище, спокойствие, защиту в Торе. То есть, он понимает, я делаю то, что Бог хочет, чтобы я делал, и Бог, значит, обо мне позаботится всегда, везде, навечно. Это первое, что мы узнали. Второе, что мы узнали, что богатство, это иллюзорная защита. То есть, человек может себе в голове думать, что да, типа, я защищен. Но по факту нет никакой у него защиты, а это только его иллюзия, что она есть. Третье, что эта иллюзия может его привести к ваигба, то есть, он начнет гордиться и выделываться. И в этот момент, не когда он приближается к крушению, когда он сильно поднял свое эго. И в обратную сторону, чем он больше убирает свое эго и смотрит на себя, как на проводника добра и пользы для других людей, тем больше он получает почет. А если он это делает именно потому, что Бог сказал это делать, то и защиту от Бога, что, в принципе, делает его жизнь и бизнес легким, хорошим и безопасным. Все. Я вам желаю добра, света, удачи, успехов, соблюдения заповедей, чтобы Бог вам помогал во всех хороших делах. И как специалист по обучению, профессор бизнес-школы Синердия, я вам говорю, что если вы хотите извлечь пользу из этого урока, потратите еще две минуты, сделайте вывод, свой личный вывод, три главных идеи, зафиксируйте их, чтобы ваш мозг, он переработав то, что вы услышали, сделал такое резюме. Итак, я понял, раз, два, три, напишите, что вы поняли, поделитесь желательно на своей странице своими выводами. Привет, Михаил. И, значит, поделитесь своими выводами, и еще если вы в течение дня кому-то расскажете свои выводы, то ваши выводы закрепятся у вас в мышлении, и они вас будут вести по путям Торы, которые приятные и добры, и вообще очень, ну, и светлые. Все, удачи, успехов, хорошего дня.